991. Столько человек за 2015 год официально погибли от рук полицейских в Соединенных Штатах Америки. Первый зафиксированный случай применения украинскими патрульными оружия с летальным исходом сколыхнул общественное мнение. Генеральный прокурор заявил, что патрульный олейник застрелил пассажира БМВ умышленно. Ахатия Деканаидзе призывает не допустить инквизиции над реформированной службой. Киев, Львов, Ивано-Франковск. Массовые мероприятия прошли не за оправдание лейтенанта Олейника, а в поддержку новой полиции и честного правосудия. Об акции в Одессе не пестрили новостные ленты, но и здесь встретились сторонники стражей порядка. Спонтанное собрание прошло возле памятника Дюку, где в августе на службу заступили одесские патрульные. На акцию пришли единицы, но они считают это своим гражданским долгом. Мы хотели изменений в полиции, мы хотели реформ. Естественно, это не делается быстро, это делается через ошибки. Опыта нет, законодательство сложное, измененное. Ну неужели мы хотели сразу вот так вот раз и все хорошо? Мы все-таки надеемся на честность и то, что все будет по правилам, как должно быть. Одним человеком всю полицию определить нельзя, а какое решение примет суд, у нас в законодательстве написано. Тут уже без нас как-то. О политическом оттенке в деле Олейника заговорили эксперты. Ответная реакция последовала и из высшего законодательного органа. Более десяти народных депутатов взяли на поруки задержанного Сергея Олейника. Среди них народный депутат Алексей Гончаренко. Мне кажется, это попытка старой правоохранительной системы судебной расправиться с новой нарождающейся. Когда у нас отпускают убийц или такого, как Клюева, или еще кого-то под подписку о невыезде или просто дают им убежать, а полицейского отправляют в СИЗО на 60 дней, я считаю это несправедливо. Помиловать нельзя казнить. Сомнения у политолога вызывает статья 115, которую инкриминирует служащему умышленное убийство. Оценку всем тонкостям предварительного расследования даст Печерский суд. Такое впечатление, что создан общественный резонанс искусственно для поддержания градуса в обществе повышенного, связанного с тем, что есть другие более интересные моменты политические, как я понимаю, в том числе отставка правительства, политический кризис, формирование коалиции. Вот здесь вот как раз тоже мы видим проявление правового, наверное, нигилизма. Соцопросы демонстрируют, за патрульными сохраняется высокий кредит доверия. За три месяца невозможно подготовить профессионального полицейского. Но без общественной поддержки нельзя сломать систему.